АХ-35, 2014 год, G4KD, характерный стук с мотора, расход масла, ну все стандартно, ну все как обычно, шатунный стук, ну и расход масла по поршневой там в гильзах будет износ критичный, по звуку можем послушать, ну вот это звук шатуна, будет пудра в поддоне, можем тоже пронаблюдать при сливе масла, масло приобретает первомутровый цвет, этот цвет вкладыша, сейчас заглуши масло сливаем, все увидите. Наблюдаем пигмент в виде перламутрового цвета, даже видно масло вон, как с масляной, с алюминиевой пудрой, ну это коленвал с вкладышем вместе. будет полный поддон вкладышей, остатков вернее от него, короче говоря капиталка, последующими вытекающими последствиями замены коленвала, гризовкой блока, все стандартно для этих машин. и 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 благодарю ну вот мотор разобрался струганина то что мы видели в поддоне тут поршня вообще до критического состояния дошли и причина этой пудры всего этого перламутра это тут причина вот поршневой для оказалось просто до победного до ездили там уже поршня просто гильзах болтались но все стандартно получается этот гильзовка но там по колено чуть цепанула первый вкладыш я так думаю скорее всего это полируется и станет стандартные размеры ну естественно отмериться промериться все сначала вот ну естественно поставим масляные форсунки обязательно по факту потом приведет к большему ресурсу все приступаем гильзоваем моем чистим бреем просто нет у него получается поршень как колокольчик гремел и сыпалась струганина от поршня нет пена да это это получается это он будет с этим стуком очень порядочное расстояние проехал получается может 20 30 и получается у него картерные газы спускались с поршневой системы и получается выдавливала через сапунное отверстие во всасывающий коллектору впускной выдавливала масло получать у него там и патрубок воздуховода полный масло и соответственно коллектор впускной тоже полный масло был расходует масло есть посторонние звуки ремонтируем мотор все лучше пред предостеречь себя от последствий от печальных чем потом доходит до печального до замены блоков до замены коленвалов шатунов и всех вытекающих испорченных узлов но это все это все по пробегу там по пробегу у него этот расходники все будут по-любому новую на старый расходники собирать повторный разбор двигателя тоже не всегда полезно по карман убьет так что расходники сразу эти цепи успокоитель натяжитель сразу новенький да вы только дать тетя валь вы себе ты здесь оставьте за улево за ваши эти тот раз и 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 Прямо фасулечка, смотри, до нуля прям. Прям, блядь, сливочная мата. Такая вот должна быть фаска, по идее, из завода. Прямить надо, до заводских параметров давать. Что говорите, проверяем зазоры, колец, тепловые зазоры. 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 в этой машине у нас произвелась гильзовка блока характерный стук был как вы слышали расход масла сумасшедший картерные газы естественно полный коллектор масла было нагнало произвели гильзовку слава богу обошлось коленвала все расходники вкладыши цепи грм и там все остальное там такие вещи так колпачки сальники коленвальные прокладки все это естественно поставилась новые но там приводные ремни такими узлами роликами с обгонными муфтами поменялось ну так в принципе средний минимальный ремонт основная основная проблема устранена стук при въезде машина при въезде к нам в Афсерис очень сильно громыхали поршня характерный поршневой стук был ну вот как вы видите сейчас в данный момент пока холодный сейчас работает ровненько мягенько еще прогреется еще послушаем сейчас до рабочего состояния доведем расхода масла не должно быть стуков посторонних двигателей не должно быть имейте ввиду что заводим ну вот и все запустился отлично подтеканий пока нигде не видно ну будем греть прогревать до полной рабочей температуры проверять наличие подтеков всего остального подписывайтесь на наш канал будем ждать в гости ну 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 Продолжение следует...